Актюбинская епархия В нашу епархию вошла и Казалардинская область с городом Байконур, а возглавил ее архиерей Актюбинский и Казалардинский епископ Игнатий. Новая епархия называется Актюбинская и Казалардинская. Город Актюбин стоит в приоритете, потому что это развивающийся мегаполис, который развивается и в демографическом плане, потому что уже почти 600 тысяч человек проживает в Актюбе. Вот я думаю, такое население, такой город достоин того, чтобы иметь кафедральный собор и своего правящего архиерея. Высокий титул владыки Игнатия стал признанием его заслуг в развитии православия в Казахстане. Приняв монашество в 1998 году, он нес послушание в храмах Павлодарской и Алматинской областей, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, получил степень магистра. И возвращение в Актюбинскую область, где прошли его детские годы, воспринял с радостью. Для многих я человек здесь новый, хотя я здесь рос до 12 лет в этой области, но, тем не менее, я понимаю, что прежде чем ставить какие-то глобальные задачи, нужно сначала осмотреться, увидеть эти перспективы. Но есть основная задача, это, конечно, знакомиться с людьми, поддерживать священство, которое здесь уже есть. И было до меня, как мне кто-то сказал из прихожан, что вот вы, владыка, прибыли сюда на все готовое. Да, я действительно хочу сказать всем спасибо и с большой благодарностью. Сердечно я осознаю то, что здесь уже есть кафедральный собор, что есть епархиальное управление, что есть уже сложившиеся традиции, что есть уже община православных христиан. Конечно, я это осознаю и всех благодарю за эти труды, которые мы все понесли. За первые месяцы владыка посетил многие храмы на вверенной ему территории. Проводил службы в Кызыларде, знакомился с общиной в Байконуре, побывал в Мартуке и, конечно, выступал с проповедями и вел службы в актюбинских храмах. Моя главная задача – сохранить все то, что уже есть, и затем уже осмотревшись, помолившись Господу Богу, что-то еще улучшить. О состоянии православных храмов епископ знает не только по докладам своих подчиненных и помощников. История местных святынь ему хорошо знакома. Так в Тимире при содействии местных властей был фактически поднят из руин храм, построенный еще в XIX веке. В то время в поселке было много переселенцев из Украины и России, и церковь построили на средства прихожан. Сегодня храм переживает возрождение. Действительно замечательный исторический храм восстановлен и будет благоукрашаться территория. И есть замечательные люди, которые хотят помочь в этом деле. Есть прекрасный проект, в котором будет рассмотрено все возможные направления в благоукрашение территории. Но единственное, что есть одна насущная проблема, это в том, что в Тимире очень мало славянского населения. И поэтому мы молимся и думаем, что будет дальше с этим замечательным красивым храмом. Может он станет подворьем какого-то монастыря или монастырем, который будет располагаться в этом городе и иметь такой статус монастырской жизни, для того, чтобы многие актюбинцы или жители области могли туда приехать для молитвенного совместного поклонения Господу Богу, увидеть монашескую жизнь. И поэтому этот храм имеет особое историческое значение и особый вот такой молитвенный православный статус. Потому что ввиду того, что нет населения, которое могло бы ходить туда, составить общение, общину, поэтому мы пока еще молимся и думаем, что с этим прекрасным храмом в дальнейшем будет. Но надеюсь, что все будет хорошо. Рассказывая о себе, епископ Игнатий говорит, что пришел к вере через долгие размышления. Еще в юности он искал ответы на вопросы об устройстве мироздания, много читал, полюбил красоту церковного пения и молитв. Сначала это были, конечно, книги. Многие авторы, которые писали на эти духовные темы о том, как найти Бога, как ему поклоняться, как его любить и как самому измениться. Ну, и затем в земной моей жизни встретился замечательный пасторь. Тогда это был протеиерей Валентин Сазонов. Ныне теперь уже в монашестве. Он тоже принял монашество. Это архимандрит Иоанн Сазонов, который меня и наставлял. Который меня вел по жизни и, по сути, сделал с меня человеком. Простыми советами, добрым ко мне отношением. Но я и был к тому готов, потому что я уже читал о том, что такое послушание. Я уже знал, что надо слушаться духовного Отца. И как есть такая глубокая мудрость, что когда ученик готов, тогда Бог ему посылает учителя. И вот мне Бог послал такого замечательного учителя, который, можно сказать, и сделал с меня православного архиерея, кем я сейчас и являюсь. Каждый священник должен стать пастырем, наставником для прихожан, принимать их вопросы, боли, сомнения. В самое сложное время, когда людей одолевают страхи, неуверенность в завтрашнем дне, желание обрести духовную опору, храм становится местом утешения и обретения новых знаний. Просветительство – это основная задача любой конфессии, любого священника или мулы, потому что просветить человека в области духовности – это наша прямая обязанность. потому что есть такая заповедь – идите, научите все народы тому, что вы сами научились, передайте опыт того, какой вы сами имеете, потому что опыт духовной жизни, он ведется прежде всего к тому, что человек может обрести счастье, независимо от внешних обстоятельств. Поэтому, конечно, первыми, кто приходят в храмы и в церковь, это люди, которые попали в какие-то затруднительные обстоятельства. Они ищут утешения, и ищут утешения, прежде всего, внутреннее такое, чтобы обрести внутренний покой. А для этого нужен какой-то духовный опыт. И, конечно, дежурный священник в храме, потом наглядная информация в храме, какие-то листки, которые издаются в храме потом, это журналы, книги, то же самое вот это интервью. Я думаю, оно тоже носит в себе просветительский характер. Это очень важно, чтобы человек знал, куда ему можно пойти, если он находится в трудном для себя внутреннем духовном состоянии. Это надо идти или в храм, или в мечеть, или к духовному наставнику, для того, чтобы этого человека поддержали и направили к тому, к той мысли, что Бог всех любит, всех поддерживает. И Бог говорит, просите и обрящите. Как председатель библейского общества Казахстана, владыка Игнатий приветствует издание религиозных книг. Причем не только на русском языке, но и на казахском. Сейчас идет работа над переводом Евангелия от Матфея, одного из самых известных и читаемых христианских писаний. А недавно прошла презентация уже выпущенных священных книг на государственном языке. Переводы на казахский язык совершаются уже не первый раз, но каждый раз всем хочется в этом направлении как-то себя проявить. Поэтому и православная церковь также проявила себя в этот раз, потому что по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Астанайского, главы казахстанского митрополитчего округа Русской Православной Церкви в Казахстане, была проведена большая работа по переводу на казахский язык «Евангелие от Матфея». Переведено на казахский язык еще два произведения великих мыслителей, которые признаны как в мусульманстве, так и в христианстве. Это притчи пророка Соломона и также псалмы царя Давида. Это бездна премудрости, это глубина духовной мудрости. И поэтому это, я считаю, является большой ценностью для просвещения народа, что они там могут найти не только крупицы какой-то духовной мудрости, но и очень много для себя полезных советов, которые облегчат человеку жизнь на земле. И, конечно, мы понимаем, что мы живем в такой ситуации, в многонациональном государстве, и этот перевод, он не является какой-то попыткой привлечь на свою сторону местное казахское население. Это является именно выражением благодарности к этому народу и выражением уважения к этому народу. Политика в отношении религиозных организаций в Казахстане основана на невмешательстве государства, но на содействии, общении представителей разных конфессий, их мирном существовании и сотрудничестве. Надо благодарить Всевышнего, что мы живем в таком замечательном государстве, как Казахстан, потому что политика нашего государства, она ставит приоритетом межнациональное и духовное согласие. И поэтому созданы в каждом городе, в каждой области такие клубы духовных руководителей, где мы собираемся под таким модераторством Акиматов, где акиматовские работники собирают нас, все конфессии, где мы сидим за одним круглым столом, видим друг друга, смотрим друг другу в глаза, видим, что мы такие же люди, которые хотят быть счастливы, которые ищут правды, хотят справедливости. Вот и за этим круглым столом мы обсуждаем какие-то общие проблемы, например, демографические проблемы или экологические проблемы. И мы видим, что оказывается, многие проблемы, которые связаны с жизнью в нашей стране, в нашем государстве, они нас объединяют. И поэтому мы уже не обращаем на какие-то разногласия или какие-то специфические личные вероучения, которые присущи каждой религии, а мы больше видим то, что нас объединяет. И это очень хорошо. И слава Богу за то, что мы живем в таком государстве, которое смогло построить такие межрелигиозные отношения, добра и взаимопонимания. Христианство – вторая по численности диаспора верующих в Казахстане. Существуя здесь уже не первое столетие, православие стало духовной основой жизни многих людей. И каждое поколение вносит свой вклад в развитие нашего толерантного, многоконфессионального мира. И независимо от национальности, от вероисповедания, Бог живет в каждом человеке. Но вот что делают священники, они просвещают человека именно в этом плане, что мы об этом говорим, что Бог уже есть в вас. И Бог любит вас. И Бог хочет, чтобы вы с Ним общались. И поэтому в преддверии Рождества Христова мне бы хотелось, чтобы в душе каждого человека, живущего на земле, ну и, конечно же, в Богоспасаемой Республике Казахстан, в каждом человеке родился Господь Бог в это время. Именно чтобы открылись глаза на тот неоспоримый факт, что Бог есть в каждом человеке. Вот мое пожелание такое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова